На этой неделе планируется приезд заместителя председателя правительства Московской области Игоря Борисовича Трескова по проблеме Афанасьевского моста. Я прошу заинтересованной службы подготовиться к приезду. Значит, приедет и министр по строительству, и министр по дорожной инфраструктуре. Исполняющий обязанности руководителя администрации района Артур Болотников отметил, что вопрос сейчас находится на контроле у вице-губернаторов Дмитрия Пестова и Михаила Кузнецова. Еще один важный вопрос – обеспечение воскресенцев чистой водой. С докладом на эту тему Артур Болотников выступил на заседании правительства Московской области. В прошлом году в районе было открыто 7 станций обезжелезивания и водоподготовки. В этом году реализация программы «Чистая вода» продолжится. В 2019 году на территории нашего округа планируется еще открыть 4 станции обезжелезивания в городском поселении Белозерский, а также реконструкция водозаборного узла в деревне Степанщина. Другая важная новость – пока так и не удается найти эффективное решение по переработке фосфогипса. Вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов встретился с руководством предприятия «Воскресенские минеральные удобрения» и представителями холдинга «Уралхим». Главный вопрос – это дальнейшая переработка фосфогипса. К сожалению, слишком низкий процент по добыче редкоземельных металлов, то есть это порядка 1%, и проблема остатка фосфогипса как раз на предприятии. Заинтересованные стороны пока взяли тайм-аут, им придется подумать над новыми решениями проблемы. Столь же непростая ситуация с долгами за энергоресурсы. Прошли переговоры с компанией «Газпром» Межрегион «Газмосква», однако возникла задержка с областными субсидиями. К сожалению, то, что нам правительство говорит, что ориентировочный срок – это сентябрь, октябрь. Нас это не устраивает, и не устраивает, естественно, газовщиков. Поэтому мы должны разработать схему, может быть, оперативного реагирования для того, чтобы решить эти проблемы с целью получения качественных услуг. Значит, наметили, что на этой неделе на уровне вице-губернатора Кузнецова Михаила Михайловича состоится очередное оперативное совещание конкретно по нашему району с приглашением представителей Минэнерго, МинжКХ и «Газпрома». Продолжается строительство мусоросжигающего завода вблизи деревни Свистягина. Активисты побывали на площадке и смогли задать свои вопросы. В детской школе искусств «Элегия» приступили к черновым отделочным работам. К первому сентября объект поступит в эксплуатацию. Согласно дорожной карте, идут работы в парке усадьбы Кривякино. Стартовал капитальный ремонт сразу трех образовательных учреждений района. Ученики 2-й, 4-й и 5-й школ на время работ будут распределены между другими школами и продолжат обучение там. К первому декабря учащиеся вернутся в обновленные классы. В рамках федеральной программы по обеспечению детей-сирот жильем ключи от трех новых квартир в скором времени найдут своих хозяев. Заместители, руководители администрации района отчитались о проделанной работе в сфере ЖКХ. Сергей Стародубов отметил активное взаимодействие с жителями. На прошлой неделе были организованы встречи с жителями центральной части города, микрорайон Лопатинский и село Ошитково. Проверили качество обслуживания и стержания квартирных домов. Был проведен прием граждан по вопросам ЖКХ. На все вопросы жителям даны разъяснения, управящие компанией соответствующие поручения. Состоялся штаб по вопросам организации работы с регулярным оператором. По услуге обращения СТКО на территорию Воскресенского муниципального района. Андрей Баранов рассказал о том, как проходит ремонт дорожной сети в Воскресенского района. Полным кодом ведутся работы по замене асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования. Ямочный ремонт как во дворах, так и на автомобильных дорогах общего пользования. Практически ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования у нас закончен. Основные мероприятия будут связаны на этой неделе именно с проведением ямочного ремонта во дворах. О портале Добродел на прошедшей неделе поступило 224 обращения, направлено ответов 430. 131 обращение поступило повторно. Топ основных проблем в течение четырех последних недель у нас остается ремонт дорожного покрытия, 84 обращения, уборка мусора, 65 обращений. Далее идут неудовлетворительное состояние холодного горячего водоснабжения, 43 обращения, 3 недели у нас подряд. Ремонт подъездов, 32 обращения, 4 недели подряд. И на прошедшей неделе у нас выявилось как ток, это благоустройство мусорных площадок, 18 обращений. На прошедшей неделе два человека были сбиты поездом, оба скончались от полученных ран, ликвидировано два лесных пожара, зарегистрировано 16 преступлений, из них 12 раскрыто. Также произошло 12 ДТП. Сезон очень сложный, детей на дороге много, мототранспорт появляется, который зимой не ездил, велосипедисты, поэтому огромная просьба соблюдать правила дорожного движения. И скоростной режим, особенно в населенных пунктах. Неприятно выросла статистика и у гарнизона пожарной охраны. В этом году уже четверо человек погибли в пожарах против нуля в прошлом году. Также произошло резкое увеличение у нас лесных пожаров. Если в прошлом году у нас их было всего 19 за весь год, с осенью вместе, то на сегодняшний день уже 27. То есть требуется совместно с главным поселением, пока они еще у нас есть, провести определенную работу с населением и усилить противопожарные режимы. Представитель территориального отдела Госадомтехнадзора Московской области напомнил индивидуальным предпринимателям о необходимости заключения договора на вывоз ТБО с компанией «Эколайн». Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости Искровект.